На этой неделе в городском поселке Комарин Брагинского района открылся бассейн для детей. Этого события здесь ожидали почти 17 лет. Вообще, за последний год в Комарине произошли значительные изменения, которые затронули практически все сферы. С местными жителями встретились наши корреспонденты. Еще в июне прошлого года бассейн в Комаринском детском саду выглядел таким образом. Его построили еще в 1991-м, однако из-за отсутствия в учреждении горячей воды он не работал ни одного дня. В марте прошлого года здесь побывал председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник, который принял окончательное решение – бассейн нужно восстановить. Научить детей плавать в горпоселке можно было только летом и только на реке. Плавать немножко мы уже умеем, правда еще и на дунных рукавах, но уже плаваем сами. Научились на речке. Ну, бассейн нам пойдет на пользу, потому что купаться мы любим. Поэтому то, что открылся у нас в нашем садике бассейн – это большой плюс. По сути, в Комаринском детском саду открыли новый бассейн. Старые конструкции полностью демонтировали и построили новые, отвечающие современным санитарным требованиям. Из местного бюджета на эти цели выделили более 390 тысяч рублей. Это не считая затрат на подведение инженерных коммуникаций. Благодаря открытию бассейна горячая вода теперь появилась во всем детском саду. Еще около 100 тысяч направили на ремонт здания. По этому саду практически все закончено. Остались какие-то мелкие косметические детали. Двери нужно заменить в подсобных помещениях. Отремонтировать несколько специализированных кабинетов. Кабинет дефектолога, кабинет психолога. А для детей, где занимаются дети, групповые помещения отремонтированы все. Внимание к работам, которые проводятся в Комарине, тем более значительное, что именно он. 23 сентября 1943 года стал первым районным центром Беларуси, освобожденным от нацистских захватчиков. Один из проектов, который реализуется в городском поселке, посвящен именно этой теме. Сегодня здесь создается парк Победы. Зимой работы приостановлены. Однако о масштабах задуманного можно судить уже сейчас. На территории парка будут находиться братская могила солдат и офицеров Красной Армии и обелиск в их память. Здесь же расположится выставка военной техники, детская площадка и благоустроенная территория для отдыха. Заложен парк в Комарине с учетом обустройства центральной части города. Установлена стела, которая символизирует победу в виде трех штыков, возвышающихся к небу. Также обустроен детским городком данный парк. Будут благоустроены дорожки, высажены деревья. И в центре города Комарина появится удивительное место, посвященное этому легендарному событию. В рамках запланированных работ по благоустройству Комарина здесь заменили часть инженерных сетей и провели ремонт социально значимых объектов. Местному культурно-спортивному центру почти три десятилетия. Однако за это время он ни разу не ремонтировался. Теперь эту недоработку исправили. Впрочем, говорить о том, что все проблемы горпоселка уже решены, все-таки рано. Комаринский дом быта открыли в 1987 году. В 2009 его реконструировали. Однако теперь во всем двухэтажном здании работает всего один мастер-парикмахер. Сегодня комплекс приносит стабильные убытки, а местные жители жалуются на отсутствие бытовых услуг. Вместе с тем, один важный для местных жителей вопрос уже решен. В декабре прошлого года жительница Комарина Тамара Соловьева позвонила на прямую телефонную линию с участием председателя облсполкома Владимира Дворника с просьбой о пересмотре маршрутов общественного транспорта и установке автобусных павильонов. В свое время движение организовали таким образом, что все автобусы и маршрутные такси едут только по главной улице до центра поселка. В результате почти треть местного населения, в основном пенсионеры, осталось без транспортного сообщения. Теперь эта проблема останется в прошлом. Поселок большой, разбросанный, расположен где основной остановочный пункт. Нам, с наших улиц, с Луговой, в Тугановке, два километра. А частный сектор – это одни пенсионеры, которым тяжело добираться. Теперь еще остановку поставили до Нового года, но еще не утверждено расписание. Но райисполком занимается этим вопросом. Они написали письма туда, у Гомель-пассажир-транс, на улицу Реческая. Ну, сказали, что будут вывешивать это самое расписание. И нам вообще-то, да, вышел, и мы уже поехали. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.